Продолжение следует... Мы приветствуем вас на очень значимом мероприятии, которое проводит совместно с Министерством финансов Иркутской области региональный центр по финансовой грамотности по Иркутской области. Мы приветствуем вас с темой Баркальского университета и сегодняшняя тема нашего с вами вебинара «Осторожно, финансовый мошенник». Я приветствую наших стикеров. Мы пригласили сегодня все структуры, которые по сути и сталкиваются с жертвами финансовых мошенников, то есть именно те органы, которые хотели бы предупредить вас, научить, как избегать тех случаев финансового мошенничества и потери денег, которые, к сожалению, у нас происходят. И вы в чате можете писать вопросы, которые у вас возникают по ходу проведения нашего вебинара. В чате также просим вас записать себя, город, из которого вы сегодня слушаете наш вебинар. Запись данного вебинара будет размещена на YouTube-канале Баркальского госуниверситета и всегда можно будет посоветовать своим друзьям, знакомым, посмотреть и послушать рекомендации людей, которые хотят нам с вами помочь, нам, обычным гражданам. И первое слово я предоставляю нашему спикеру Юрию Ильенко. Это представитель главного управления МВД России по Иркутской области. Он расскажет, как их организация работает в направлении финансовыми мошенниками и предупреждениями их преступлений. Пожалуйста, Юрий. Доброго дня, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема актуальна и не теряет своей актуальности. На сегодняшний день мы подошли к таким цифрам, что каждое пятое преступление, совершаемое в регионе, это дистанционное хищение денежных средств или по-иному мошенничество. Наш субъект в сравнении с другими субъектами России не специфичен. Эта беда охватила всю нашу необъятную страну. И наш регион не исключение. На сегодняшний день с начала года совершено свыше трех тысяч мошенничеств. В прошлом году на эту же дату АППГ сумма была, ну, количество было две с половиной тысячи. То есть, свыше пятиста новых зарегистрированных мошенничеств по сравнению с прошлым годом. Ущерб от действий мошенников превысил 600 миллионов рублей. Вы думаетесь в эту цифру. Граждане добровольно передали такую колоссальную сумму неизвестным лицам. И в дальнейшем написали заявление, обращение в полицию. Говоря об актуальности сегодняшнего мероприятия, наверное, на сегодняшний момент не существует такой профессии, такого возраста, когда человек не может стать жертвой преступления. Если раньше мы еще больше пяти лет назад констатировали тот факт, что люди старшего возраста, наши, так скажем, бабушки, дедушки, отцы и мамы могут войти в группу риска, так называемую, на сегодняшний момент такое разделение обретает расплывчатые грани. И можно говорить, что даже молодые люди, студенты, школьники становятся жертвой мошенников. Переходя к каким-то конкретным фактам, конкретным тенденциям совершаемых преступлений, можно выделить три самых популярных способа обмана жителей нашего региона, которые используют мошенники. Первое, в прошлом году и в этом году лидерами становятся у нас телефонные мошенничества. Когда на телефон абонента звонит человек, представляется либо сотрудником банка, либо сотрудником службы безопасности банка, либо сотрудником полиции, следственного комитета, прокуратуры, родственникам, кем угодно. И пытается воспроизвести свою легенду, рассказать оперативно, как ему необходимо срочно перевести денежные средства. На конкретных примерах, на минувшей неделе позвонили пожилой жительнице нашего города Иркутска, сказали, что ее внук совершил преступление, и она добровольно передала мошенникам 12 миллионов рублей. Это колоссальные средства, которые просто человек расстался по звонку, поверив опытным психологам, именно так можно назвать мошенников, которые звонят по телефону. И под различными предлогами они легко и без особых усилий доверчивых жителей нашего Приангария заставляют расстаться с деньгами. Многие недоумевают, каким образом лже-сотрудник банка, лже-сотрудник полиции, то есть мошенник, пытается внедрить, положить свою легенду в историю потенциальной жертвы. Делается это очень легко. Сейчас, ни для кого не секрет, что, зная номер телефона, заполучить имя и отчество данного человека, это легко. Есть ряд программ, есть базы данных, которые, к большому сожалению, в открытых источниках можно найти, либо же каким-то иным путем. Когда человеку звонят и говорят, допустим, сразу же, уважаемый Игорь Иванович, для примера, вас беспокоит служба безопасности определенного банка. Спасибо, что вы являетесь клиентом нашего банка. Звоню вам по какому поводу. От службы безопасности нам поступило сообщение, что сейчас вы трижды неправильно ввели пин-код от своей банковской карты. Подтвердите, вы ли это, соответственно, человек начинает, находясь в небольшом шоке, что кто-то пытается похитить его деньги прямо здесь, прямо сейчас. Он, соответственно, говорит, что никакие операции у банкомата не проводит. Говорит, что это не он. В таком случае подключается вновь собеседник и говорит, что тогда мошенники хотят похитить у вас деньги. И необходимо срочно перевести, либо пройти к банкомату, иными другими путями пытаются внедрить свою легенду в историю в голову потерпевшего и в дальнейшем получить денежные средства. И таких вариантов в телефонах мошенничеств десятки. На них не будем останавливаться, если будут какие-то вопросы, готов на них дополнительно ответить. Второй вид, если в 2017-2018 году и в 2019 у нас это была лидирующая позиция в антирейтинге мошенничества, сейчас они отошли на второе место, это покупка товаров в сети интернет. Все чаще у нас, как сами платформы торговой площадки, дополнительные меры предпринимают для того, чтобы непорядочных представителей торгового рынка вытеснить, то есть их банят, блокируют, так же и сами граждане стали бдительными. Наши многочисленные просьбы, упоминания о том, что не нужно переводить предоплату за несуществующий товар, все-таки работают, ну либо начали работать немного лучше. Но по-прежнему есть так называемые фейковые объявления, где граждане продают абсолютно несуществующий товар. Таких примеров сотни, а за такое количество времени, за 5-6-7 лет, когда эта тема не теряет актуальности, их тысячи. В Бадайбо покупает предприниматель башенный кран на сумму больше 2 миллионов рублей, переводя целиком предоплату за этот башенный кран. Его в принципе не существует и объявление на сайте было фейковое. Но насколько необходимо, насколько нужно быть таким недальновидным, чтобы такую громадную сумму переводить, даже не убедившись, что товар существует, что продавец является добропорядочным. Как это необходимо и в принципе какие советы можно сделать, чтобы не попасть именно на такие уловки. Допустим, сейчас у нас 1 декабря, начало года и прогнозируемый всплеск каких-то сообщений в полицию по поводу мошенничеств совершенных на сайте кубки-продажи. Многие молодые люди, девушки будут снимать в аренду дома для празднования Нового года. Каждый год десятки сообщений. Листрянка, Слюдянка, различные тракты направления от Иркутска не так далеко переводят 5, 10 тысяч, 15 тысяч предоплаты, просто увидя фотографию дома в интернете. А элементарно убедиться, что указанный дом по указанному адресу существует, в порыве как можно быстрее забронировать это место, девушки, молодые люди даже не додумываются. Элементарно, чтобы приобрести какой-то товар, самое простое правило – это убедиться, что он существует. Приобретайте вы с рук телефон на каком-то сайте, попросите продавца сфотографировать его лежащим на столе, лежащим рядом с листом белой бумаги, сфотографироваться с копией своего паспорта, любыми путями, попробуйте себя обезопасить и убедиться в том, что товар существует. Поверьте, продавец, который выставляет на сайте объявления о продаже товара, сам заинтересован, чтобы расстаться с тем же самым, допустим, телефоном, чтобы вы ему перевели деньги. Он пойдет на любые ваши просьбы, лишь бы вы у него купили этот товар. А мошенник, в конкретном случае, если вы элементарно попросите сфотографировать товар с копией своего паспорта, либо с каким-то предметом, он этого не сделает, у него нет этого товара, он элементарно может только скачать фотографии в интернете. Часто у нас регистрируют сообщения по-разному и квалифицируют, когда человек приобретает, допустим, гарджет в каком-то интернет-магазине, приходит на почту, либо в другой почтовый сервис, берет коробку, а там вместо айфона, либо кусок мыла, либо колода карт. Таким витиеватым намеком, что можно сыграть дурака. В данном конкретном случае обезопасить себя сложнее, но существуют практики и осторожные покупатели просят продавцов прямо на момент видео запечатлеть, как в почтовом отделении, к примеру, при вас сотрудник, ваш товар упаковывает, пишет адрес отправления и отправляет. Вся эта процедура занимает несколько минут, но прежде чем просить какую-то предоплату, либо совершить окончательную сделку, попросите, чтобы продавец сделал это видео. Опять же, такие добропорядочные продавец это сделают, и никто, как говорится, в лоб ударить не может, если вы не попросите это сделать. Элементарно, не нужно при совершении интернет-покупок стесняться требовать дополнительные какие-то разъяснения. При покупке телефонов попросите сфотографировать инструкцию, наушники, зарядку, что угодно. Все, что может обезопасить вас от мошенничества, чтобы он не скачал фотографию с интернета, а именно сфотографировал, чтобы убедили, что товар существует. Если же все-таки так получилось, что вы стали жертвой аферистов, самое верное правило – это оперативно сообщить в полицию. Сохранять все переписки с мошенниками, сохранять все банковские чеки, либо чеки из банкоматов выданные. Это все в дальнейшем помогает сотрудникам полиции по крупицам воссоздать маршрут перечисления этих денежных средств, установления местонахождения мошенников. Это плодотворная работа. Усложняется она тем, что зачастую мошенники сами находятся в других регионах, а это в 95 случаях. Это жители других регионов, либо же стран ближнего зарубежья, бывших стран СНГ. И совместно с коллегами уже из других областей и краев мы пытаемся этих людей привлечь к ответственности. Немного отошел от темы. И третье, чуть менее популярный способ «Помбана», но он не теряет актуальности несколько десятков лет. Это контактное мошенничество. Те самые истории по «Золоти ручку». Я могу погадать, мне нужно к вам зайти домой, проверить счетчики, иные какие-то схемы, аферы, связанные именно с непосредственным общением преступника и жертвы. Ну, здесь профилактировать... Ну, здесь на самом деле чаще всего становятся жертвами преступления именно пожилые люди. Ввиду своей доверчивости, ввиду какого-то своего менталитета, а раньше люди у нас откровенно были более доверчивыми, добродушными, отзывчивыми к чужой беде, нежели нынешнее поколение, если можно так выразиться. Поэтому здесь просто элементарные беседы с мамами, с бабушками, убеждения их в том, что при любой поступающей информации, при любом сообщении о беде, о несчастье необходимо перезвонить на телефон родственника, сына, дочери и в дальнейшем уже совместными усилиями пытаться разрешить эту ситуацию. Не оставляйте их на этом поприще одинокими, поскольку самостоятельно обезопасить себя от изворотливых мошенников пожилым людям намного сложнее, нежели обычным среднестатистическим средним по возрастному значению жителям нашего региона. По сути доклада, наверное, я озвучивал с ним то, что хотел довести. Если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое, Юрий. Уважаемые слушатели, пишите вопросы в чат. Мы фиксируем те, которые поступают от организаций, где были разусловлены приглашения на данное мероприятие. Поэтому кто-то заранее задал вопросы. Мы их, конечно, сегодня озвучим. И следующее слово я предоставляю нашему представителю Центрального банка Российской Федерации Дмитриевой Елене. И она также расскажет вам и покажет визуально именно те случаи, которые возникают в жизни человека и которые ведут, к сожалению, к потере денежных средств. Поэтому, пожалуйста, нам презентацию. Спасибо. Итак, Елена, вам слово. Да, можно следующий слайд. Итак, ну, прежде всего, хотела бы вас поприветствовать, уважаемые слушатели. Тема очень актуальная. Она актуальна как раз для всех категорий слушателей, начиная и от молодых людей, заканчивая, конечно, людьми пожилого возраста. Мегарегулятор, да, каким образом он осуществляет противодействие финансовым мошенничествам. Ну, прежде всего, хотела бы сказать, что Банк России, Банк России основным из видов деятельности стало финансовое просвещение всех категорий граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Создана специальная служба по защите прав потребителей и обеспечение доступности финансовых услуг, которая вот как раз занимается и жалобами по поводу недобросовестных участников финансового рынка и в том числе по устранению с рынка отзыва лицензии финансовых организаций, которые ведут вот такую вот недобросовестную деятельность. Ну, в принципе, я думаю, какие-то вопросы я повторю, да, может, какие-то небольшие уточнения я еще хочу добавить к нашему предыдущему стикеру. Итак, основные виды, да, финансового мошенничества, это мошенничество с банковскими картами, кибермошенничество и от имени государственных учреждений и, конечно же, финансовые пирамиды. Следующий слайд. Ну, мошенничество с банковскими картами сейчас, оно действительно очень распространено, да, и что основное я хотела бы сказать, пожалуйста, в следующий слайд, то, что ни в коем случае никому нельзя сообщать данные вашей банковской карты по телефону, по, если вдруг у вас какой-то сотрудник попросит информацию конфиденциальную, которая находится и в том числе на оборотной стороне карты, пожалуйста, эту информацию всегда держите в секрете, никому не давайте карту в руки, потому что карту достаточно просто сфотографировать с обеих сторон и можно будет ей воспользоваться. То, что касается как раз покупок в сети интернет, мы всегда советуем и вообще все советуют эксперты обязательно оплачивать только с той карты, на которой не содержатся все ваши сбережения, то есть это не должна быть зарплатная карта, не должна быть пенсионная карта, куда поступают вас пенсионные отчисления, то есть для приобретения какого-то товара нужно иметь такую карту и положить ту сумму, которую вы хотите приобрести в каком бы то ни было интернет-магазине, то, что касается я буквально тоже пару слов добавлю по покупке через всевозможные платформы, особенно товаров, которые авито и так далее приобретаются у частных граждан, если вам вдруг вы, вам понравилась там, не знаю, детская коляска, вы хотите ее приобрести и вам сбрасывают какую-то ссылку для того, чтобы вы по этой ссылке направили предоплату. Вот ни в коем случае нельзя ни по каким ссылкам переходить, тем более отправлять денежные средства, то есть это фишинговая ссылка, которая позволяет мошенникам взять информацию о вашей карте и далее уже воспользоваться теми денежными средствами, которые на ней находятся. Поэтому вот на это, пожалуйста, обращайте внимание. Следующий, пожалуйста, слайд. вот про сервис объявлений мы уже поговорили, пожалуйста, дальше. Да, вот и обязательно нужно, опять возвращаясь по покупкам через вот такие распространенные сайты, как Авито, проверять нужно потенциального покупателя, продавца по отзывам и, ну вот, еще раз повторяю, ни в коем случае не сообщать никакие лишние данные о своих банковских репетитах. Далее, то, что касается социальных сетей. Сейчас очень также разбито, развит такой вид мошенничества, когда отправляются фишинговые письма, фишинговая рассылка по, например, потому что вам помогут найти какую-то выгодную работу за рубежом, либо, если это где-то в социальных сетях, девушка симпатичная разместила фотографию свою, к ней поступает предложение якобы от рекламных агентств, какого-то представителя рекламного агентства, который поможет разместить ее портфолио где-нибудь там в зарубежном модельном агентстве и так далее. То есть, ну, для этого нужно заплатить какую-то небольшую сумму и сбрасывать в репизиты мошенник и молодая девушка не разобравшись берет в родителей денежные средства в основном это небольшая сумма и отправляет вот этим аферистом. И вот такая рассылка она проходит массово, то есть это кто-то конечно же сразу удалит такое сообщение поняв, что это какой-то аферист постучался на страницу в сообщении, кто-то может и поверить и отправить. И вот таким образом данные мошенники действуют. Ну, я думаю, дальше уже можно отправить. Что, что касается всевозможных сообщений, которые приходят по электронной почте, также в смс-сообщениях по поводу каких-то выигрышей, ну, я думаю, стоит понимать, что если вы не участвовали в никакой лотарее, то никакого выигрыша вам априори не может быть, да, поэтому ни в коем случае не переходить, еще раз повторяю, ни по каким ссылкам, которые приходят в смс и которые приходят в том числе по электронной почте. Вот. Ну, здесь, в принципе, на слайде это все указано. То, что касается таких вот еще распространенного вида мошенничества, это сайты-двойники, сайты-двойники как приложений онлайн-банкинга, и еще хотела бы внимательно проверяйте строку браузера, внимательно проверяйте название сайта, то есть может быть какое-то изменение буквально там в одной букве и вы можете попасть на вот похожий сайт-двойник онлайн-банка, которым вы постоянно пользуетесь. Плюс еще хотела бы сказать, что бывают сайты, сейчас возможно получить микрозайм в онлайн-формате и сайт-двойник, кто-то захочет, например, получить сайт, ведет свои, получить заем, ведет свои данные персональные, данные, паспортные данные, банковскую карту и потом ждет решение от микрофинансовой организации и получения денег, соответственно. Но почему-то все зависает, человек уже обращается на сайт другой микрофинансовой организации, вводит повторно данные и через какое-то время он просто получает сообщение, что у него просроченная задолженность по такому-то займу и уже начислено определенный размер пени штрафных станций. То есть пожалуйста тоже будьте внимательны. Я буквально тоже хотела привести пример. У меня коллега на работе, вернее папа коллеги решил заплатить за свой пополнить мобильный телефон, счет мобильного телефона и зашел в интернет, набрал через два пополнить телефон. Вышел сайт пожилому мужчине, ему 75 лет, он ввел данные своей банковской карты, ввел данные своего мобильного телефона, но вдруг у него все зависло и далее уже начали поступать смс-сообщения о списании денежных средств его карты. На этой карте у него было все сбережения, там было порядка 100 тысяч и пока эти деньги не списались, сообщения соответственно перестали переходить. Он вечером сообщил своей дочери о том, что вот у меня что-то зависло, я себе телефон так и не пополнил, но какие-то смс-с пришли, наверное какая-то ошибка. Ну, естественно пошли в банк, заблокировали оперную карту, увидели, что действительно списания прошли, но здесь благодаря службе безопасности банка обнаружилось, что все денежные средства, они списывались небольшими суммами, были отправлены на покупку товаров на Алиэкспресс. И, видимо, платформа вот эта, она все-таки решила свою репутацию не портить, обернули большую часть денежных средств, ну, то есть это случай, конечно, просто уникальный. Конечно, если вы, если у вас писали, то вернуть, наверное, вряд ли получится, да, то есть обнаружить дальше туда переведены были деньги уже очень проблематично. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны. Вот, если случилась такая ситуация, если без вашего ведома произошло списание вашего банковского счета, обязательно звоните в банк, блокируйте карту, обращайтесь в отделение банка, попросите выписку по счету, обязательно напишите заявление о несогласии с операцией, и далее уже обращайтесь в полицию с заявлением о хищении. Ну, все правила, что никому не говорить данные, я думаю, все уже знают, никому в руки не давать карту, и хотела бы, да, еще вот такой вот вид мошенничества, как кибермошенничество, оно сейчас также очень распространено, можно в следующий слайд, поподробнее расскажу. Да, ну, кибермошенничество, то есть, мы все пользователи, все пользователи сети интернет, и здесь, на что хотела бы обратить внимание, что нельзя пользоваться личным кабинетом онлайн-банкинга, где-то в сетях, где-то в местах общего пользования, через Wi-Fi, так как через Wi-Fi также возможно подключиться и все ваши данные, логин-пароль от вашего онлайн-банкинга скачать, то есть, вот на это обращайте внимание. Еще хотела бы тоже предостеречь, что от того, что когда вы скачиваете приложение, сейчас мы все пользуемся смартфонами, приложение смартфона вдруг, ну, утрирую, скачивайте Cetris, а у вас Cetris спрашивает доступ к вашим смс, доступ к вашей геолокации, то есть, всегда обращайте внимание вот на эти всплывающие окна, и не надо, читать нужно, что там, какие сообщения всплывают, а не нажимать, просто в согласии на все, что там требуется, то есть, вот так как через приложение также можно получить доступ к вашей личной информации, к вашим картам. смс, которые приходят коды сообщения из онлайн-банкинга, поэтому всегда вот на это обращайте внимание. И выбирайте сложные пароли, то есть, пароли не должны быть такими, которые легко можно подобрать, то есть, там, ваши даты рождения или какие-то данные, которые с вами связаны, с вашими родными, близкими, которые можно легко подобрать. Все-таки придумывайте сложные пароли для того, чтобы усложнить жизнь кибер-мошенникам, кибер-присутникам. Вот. Ну, данные по тому, как, если вдруг у вас пропал телефон, увидите на экране, да, то есть, всегда нужно включать настройку, создавать резервные копии и обязательно блокировать карту, на которой у вас был привязан счет и в телефоне онлайн-банкинг обычно очень легко можно туда зайти. Поэтому будьте очень внимательны, в том числе и с телефоном. И как раз вот по поводу мошенничества от имени государственных учреждений. Сейчас на самом деле звонки эти поступают уже просто повсеместно, и я думаю все уже эти звонки получали, да, и еще плюсом не только с банков звонят, с кредитных организаций, но и с центрального банка, но хотела бы сразу сказать, что центральный банк с физическими лицами не работает. Он работает только с кредитными организациями и с остальными участниками финансового рынка. И поэтому если такие звонки поступают, то можно смело сразу же класть трубку и ни в коем случае не продолжать разговор. Итак, уважаемые слушатели, ну это видимо нонсенс какой-то, еще раз нас заблокировали наш канал, поэтому давайте мы просто продолжим, мы попросим тех, кто это делает, все-таки наверное это не делать, мы донесем информацию до наших слушателей и в записи в любом случае данный вебинар будет с учетом этих технических неполадок, поэтому дальше информацию мы просим вас дальше распространять, поэтому Елена представитель Центрального Банка России все-таки хотел немного рассказать о том, как не попасться и не стать жертвой финансовой пирамиды. Да, ну как не стать жертвой финансовой пирамиды информация на слайде в принципе указана, зачитывать не буду, но хочу просто сказать, что не поддавайтесь на уговоры, особенно если вас торопят и предлагают сверхдоход, поэтому будьте внимательны. Дальше, пожалуйста. В случаях, если вы все-таки стали жертвой финансовой пирамиды, что делать? Во-первых, нужно составить претензию, если деньги не отдают, обратиться к полиции и здесь важно еще найти таких же жертв финансовой пирамиды для того, чтобы составить общие требования для того, чтобы вернуть свои денежные средства, то есть действовать сообща. Как уберечься от мошенничества? Во-первых, ни в коем случае не верить безоговорочно даже, как говорится, солидным организациям, кто бы вам не представлялся, особенно по телефону, то есть и лучше, если как раз возвращается к ведущему спикеру, представителю МВД, все-таки задавать уточняющие вопросы, а лучше положить трубку, если вдруг это звонят из службы безопасности банка, позвонить самостоятельно по телефону вашего банка и уточнить, все ли в порядке, потому что в 99,9% случаев, скорее всего, это звонят мошенники, так как банк, наверное, очень редко будет звонить и сообщать о каких бы то ни было операциях. Дальше, пожалуйста. Куда обращаться в случае, если с вами произошла какая-то неприятная ситуация? Во-первых, Банк России рассматривает жалобы, через интернет-приемную вы можете написать заявление и направите в Банк России в случае как раз каких-то недобросовестных действий. Конечно же, правоохранительные органы и вот то, что касается действий со стороны мошенников, организаторов финансовых пирамид, то обращаться еще так же можно в общественные организации, видите на слайде, за права заемщиков, там, Федерации общества потребителей и так далее. Поэтому просто нужно всегда действовать, не замалчивать и для того, чтобы чем больше будет обращений, тем больше будет возможности как раз у правоохранительных органов дел раскрутить и для того, чтобы все-таки мошенники были найдены и понесли соответствующее наказание. И буквально еще пару слов о том, что сейчас очень часто по телефону мошенники предлагают поучаствовать в каких-то бесплатных мероприятиях, в том числе провести какую-то косметическую процедуру и в салонах красоты, и в салонах массажа и так далее. Вот эти звонки постоянно поступают. То, что вы бесплатно, сами понимаете, все-таки верить, наверное, нельзя. Поэтому обращайте внимание и не верьте. И хотела бы еще обратить ваше внимание на то, что у нас ведется инстаграм-страница именно сотрудникам Банка России. Называется она Стоп. Мошенник 38. Пожалуйста, присоединяйтесь. Там много полезной, интересной информации как раз о том, что происходит, о тех видах финансового мошенничества, которые происходят у нас в регионе, но также и в других регионах. Наиболее интересная такая не то, что интересная для того, чтобы вы могли следовать тем советам, которые на этой странице размещаются и не попадаться как раз в истории с фатеристами. И еще обращаю ваше внимание, что у нас 30 ноября, то есть уже со вчерашнего дня проходит финансовый зачет, всероссийский онлайн-зачет для всех категорий граждан, можете поучаствовать, проверить свою финансовую грамотность, там 30 вопросов, разные уровни сложности, и ответив на 20 вопросов, вы получаете именной сертификат, и плюс еще рекомендации по прокачке тех знаний, которые у вас хромают по итогам этого финансового зачета, поэтому пожалуйста, участвуйте в финансовом зачете, ну и подытожим всю информацию, которую я вам сейчас рассказала, видите на слайде эти советы, то есть никогда не торопиться, всегда проверять информацию, всегда проверять строки браузеров, тех интернет-магазинов, онлайн-банков и так далее, онлайн-банкинга, которым вы пользуетесь, чтобы все-таки было правильное название указано, ни в коем случае никому не сообщайте данные своей карты, не вкладывайтесь в никакие сомнительные предприятия с якобы высокой доходностью, ну и обращайтесь в полицию, если вас все-таки обманули, не замалчивайте, даже если это не совсем большая сумма, все-таки лучше, чтобы наши граждане не страдали от действий вот таких недобросовестных мошенников, да, и вот как раз контактный центр Банка России указан на слайде, пожалуйста, его запишите, он кругло, звонки бесплатные, работает он круглосуточно, этот номер телефона, 8 800 303 тысячи, пожалуйста, его запомните, и любые консультации по финансовым услугам, по каким-то непонятным терминам, куда обращаться, в той или иной ситуации, вам там, вас там направят, вам там помогут, пожалуйста, обращайтесь, ну и, конечно же, используйте для того, чтобы знания, пополнить знания по финансовым услугам, на сайте финансовая культура, финкультинфо, очень много полезной, нужной информации, простой форме, обо всех финансовых услугах, в том числе, там, можете просмотреть и видеоролики, и полезную информацию по тем видам, вернее, не полезной информации, а как руководство к действию, и каким образом защищаться от тех или иных видов финансового мошенничества, там также есть, называется это грабли, там можете это все посмотреть. Благодарю за внимание, спасибо большое, Елена, вот как раз у нас, да, во время представления информации органами МВД не было никаких проблем, как только выступает Центральный банк, вот почему-то сразу забеспокоились мошенники. Прежде чем предоставить слово представителю одного из крупнейших банков России, я хотела бы задать предыдущим нашим спикерам, так как вы представляете собой органы регулирующие, надзорные, вот несколько вопросов, которые уже сейчас есть, чтобы немножко оживить нашу беседу и возможно на какие-то вот такие прямо пунктики поставить свое внимание. Вот Юрий, вопрос по поводу финансовых пирамид, то, что вот Елена нам рассказала, скажите, в Иркутской области есть жертвы финансовых пирамид? Упоминаемая ранее последняя, так скажем, популярная финансовая пирамида как Финника, свыше 50-ти листья региона обратилась в полицию и следствие по-прежнему ищет граждан, которые стали жертвой данной финансовой организации. Значительное количество это по какой-то причине жителей Соли-Сибирского, по всей видимости, там активно кто-то пропагандировал участвовать в этой финансовой схеме. за весь период это не единственная финансовая пирамида, которая в регионе действовала, были другие носящие региональный характер, так называемая КПК. Так или иначе, все они прекращались в деятельность, деньги не берутся из ниоткуда. Если человек вас втягивает в эти пирамиды и утверждает, что это не пирамида, он лукавит. Чем больше он восхваляет данную организацию, чем больше он приводит прекрасных эпитетов на то, как замечательно просто вложить небольшие деньги и обрести богатство, чем больше он это делает, тем больше он хочет, чтобы вы вложили туда свои деньги. Стоит об этом всегда помнить и включить элементарно логику, положив куда-то несколько тысяч рублей, вы не обретете десятки тысяч. Это было только в мультике про то, как закапывали монеты на поле. Поле носило соответствующий характер. Спасибо, Юрий. И еще вопрос. Я знаю, мы общаемся в одном пространстве, живем, есть жертвы финансовой пирамиды, но которые не заявляют об этом. То есть у меня есть несколько знакомых, которые вложили в эту, например, последнюю, нашумевшую финансовую пирамиду, но на мое предложение, почему вы не обращаетесь, они не считают это нужным. Как вы считаете, они правы или вообще в чем психология такого поведения? Пострадал, потерял деньги, но не заявляют об этом? В любом случае для определения квалификации деяния состав это ущерб начинен значительный, особо крупный ущерб, прочие моменты процессуальные, необходимо сотрудникам полиции, следственного комитета, иным контролирующим органам и органам исполнительной власти знать сумму ущерба, масштаб действия организации, которая оказывает какие-то финансовые услуги не совсем законным образом, поэтому в любом случае обращаться в органы внутренних дел, необходимость в этом есть, по какой причине не обращаются, здесь примерно та же самая история, как с обычными жертвами мошенников, некоторые стесняются признаться в себе в том, что таким образом их можно обмануть, некоторые просто разочарованы в целом в сложившейся ситуации и не хотят больше сталкиваться с какими-то такими действиями, связанными с упоминанием, либо же просто считают, что их деньги будут проблематично каким-то образом вернуть и возместить. Спасибо большое, поэтому призываем, мы понимаем, что Юрий представляет органы, которые уже сталкиваются с результатами работы финансовых мошенников, а вот Елена, она представляет центральный банк, то есть организацию, которая предупреждает и регулирует финансовый рынок, поэтому Елена, вопрос, вот, например, если ко мне обращаются, да, вот, я чувствую, что вот рассказывают мне какую-то такую легенду красивую, когда я, да, из 100 долларов, там, у меня получится, там, не знаю, 200 тысяч долларов, как я могу проверить эту организацию, то есть мне говорят название компании, есть ли какие-то ресурсы, где можно проверить, что эта организация, например, является мошеннической, существует ли какой-то реестр мошенников, возможно, сегодня они нас и блокировали, но вот Елена, прокомментируйте. еще раз, да, хотела бы акцентировать внимание, что нужно всегда при обращении в любую финансовую организацию проверить, выдана ли ли лицензия Банка России, либо включена она в реестр, все сведения содержатся на сайте Банка России, на сцене той или иной деятельности, то есть если не отсутствует данная организация в реестре, то уже, наверное, нужно призадуматься, что, скорее всего, это как раз нелегальная финансовая организация. Конечно, сейчас и Центральный Банк очень плотно занимается тем, что выявляет эти финансовые организации, которые нелегальной деятельностью занимаются, блокируют их и всеми способами пытаются обеспечить защитить своих граждан нашей страны от того, чтобы они каким образом не взаимодействовали с этими нелегалами и убирают их с рынка, блокируют сайты, то есть специальная служба, конечно, этим занимается, но сами понимаете, интернет-пространство, его постоянно контролировать полностью это невозможно, и конечно, то, что возможно, эти компании убираются с рынка, и ведется даже специальный реестр по таким нелегальным, где-то, которые упоминались финансовым организациям, и это тоже можно все увидеть, но еще раз повторюсь, что некоторые граждане абсолютно четко понимая, что это пирамида, все-таки обращаются к услугам, финансовые организации вкладывают свои кровные, ну и заканчивается это все время все-таки одним и тем же обращение потом в органы, которые представляют и потом некоторые уже не обращаются, то есть, ну, вот, поэтому действительно такова, да. Спасибо большое, Елена, по социологическим опросам, знаете, вообще можно, наверное, поделить наше население на такие вот группы условные, то есть 5% это люди, которые, они зайдут в любую финансовую пирамиду, причем, как бы, вот, знаете, вот их даже обманывать не надо, они просто вот по жизни какие-то авантюристы, которые, вот любая финансовая пирамида, они уже там. Есть 5% населения, которые под пытками не выдадут ни свой пин-код, они ничего не скажут, но даже эти 5% мошенники у нас, как говорится, в психологии, да, развиваются дальше и они пытаются к ним подобрать ключик, но это морально устойчивые такие, да, граждане. И 90% это люди, которые, к сожалению, иногда думают, что меня это никогда не коснется. И даже сегодня, вот, наши спикеры приводят случаи, и наверняка кто-то из вас думает, что, ну нет, ну я бы никогда 12 миллионов, ну я бы никогда не перевел, как вот сделала пенсионерка. Понимаете, это вот на эту схему, да, вы уже сейчас получили иммунитет, вы будете готовы к любым вариантам, то есть вы должны понимать, что вот эти 90% населения это мы с вами, и поэтому мы рискованная группа, то есть у нас возможны обманные операции, и вот наши вебинары, наши вот такие встречи, и призванные, и вот те ресурсы информационные, которые осуществляет и Банк России, и МВД, то есть ведут информационно-разъяснительную работу с населением, поэтому узнав о таком случае, для себя вы должны, конечно же, поставить такую, знаете, просто вот скрепочку, да, вот эта схема, мне нельзя туда попадать. Ну и я хочу слово предоставить непосредственно, наверное, вот мы сегодня очень много говорили о мошенничестве, связанном с банковскими картами, с любыми операциями, которые лежат в банке деньги, и они вот могут потеряться. И я бы хотела слово предоставить нашему следующему спикеру, это представитель Банка ВТБ Виталий Денизе, который расскажет со стороны банка, какие меры предпринимаются, то есть вы не думаете, что банки в стороне, то есть они спокойно наблюдают, как мошенники снимаются с счетом ваши деньги. Виталий, я думаю, вы подтвердите мои слова, поэтому вам слово. Спасибо большое, всем добрый день, уважаемые слушатели, хочу сперва поблагодарить вас за участие в данном вебинаре, потому что, как Жанна буквально только что сказала, проблема, которую мы сегодня обсуждаем, она может коснуться каждого, и несмотря на то, что мы регулярно проводим работу со стороны нашего банка по информированию населения, проводим уроки финансовой грамотности, тем не менее, мы ежедневно тоже сталкиваемся со своей стороны с обращениями граждан, которые стали жертвами мошенников. Мои коллеги, да, предыдущие выступающие уже рассказали практически все основные способы мошенничества, которые существуют, но я от себя добавлю и добавлю некоторые правила безопасности, которые именно со стороны банка рекомендуется, чтобы не стать, не попадаться на уловку, не стать жертвой мошенников. В первую очередь, что хочу сказать, никогда сотрудник банка, сотрудник службы безопасности банка клиентам не звонит, то есть, если поступает звонок от банка, он может произойти практически только по двум поводам. первый повод это с предложением какого-то продукта, как правило, это какой-то кредитный продукт. Второй повод для звонка это если вы ранее обращались за консультацией и вы ожидаете звонка от банка, либо вам звонят, чтобы оповестить вас о готовности какого-то ранее вам заказанного продукта, например, вы заказывали банковскую карту. В принципе, на этом все. То есть, как только вы слышите, что вам говорят, что звонок поступает из банка и звонят из службы безопасности, вы можете сразу же смело класть в трубку, потому что сто процентов это звонят мошенники. Тем не менее, большинство людей знает вот эту информацию, но многие продолжают разговор, потому что бывает такое, что люди переживают, а вдруг все-таки действительно что-то случилось и звонит представитель службы безопасности. Тем более, что они звонят, как правило, хорошо поставленными голосами и грамотная у них речь и очень похожи на действительно представителей банка или представителей каких-то других госучреждений, вот про то, что уже сегодня говорили. Но если вы все-таки продолжили разговор, то имейте в виду, что мы никогда не запрашиваем, сотрудники банка никогда не запрашивают никакие данные по картам, тем более, коды, которые направляются из СМС, это информация, которую никому озвучивать нельзя. Ну, в принципе, как ранее уже коллеги об этом рассказывали. Я вот хочу привести один пример, один из последних, скажем так, способов, о которых я знаю от клиентов банка. Вот сегодня о нем не упоминалось, но очень он на данный момент распространен. Для того, чтобы вы знали, что такой способ тоже есть, вот о нем немного расскажу. То есть, как выглядит эта легенда? Звонит якобы представитель службы безопасности и уже не какого-либо банка, в котором вы обслуживаетесь, а обычно они представляются либо центральным банком, или бывает, что сразу представляются какими-то службами безопасности МВД или даже ССБ и говорят о том, что сейчас сотрудники банка, в котором вы обслуживаетесь, пытаются на ваше имя оформить кредит. И для того, чтобы предотвратить вот эту операцию, вам нужно сейчас четко следовать моим указаниям. В первую очередь они говорят, что не нужно никому сообщать об этом звонке. Если вы сейчас находитесь где-то в помещении с другими людьми, пожалуйста, выйдите, чтобы никто не слышал наш с вами разговор. И дальше начинается такая психологическая обработка. человек с вас берет согласие о том, что вы никому не расскажете об этом разговоре, что это все конфиденциально, что сейчас вы совместно с представителями органов безопасности будете производить операцию по предотвращению мошеннического действия в отношении вашего счета, и чтобы на вас не оформили кредит. То есть далее следует такой порядок действий, который необходимо выполнить. Вам говорят, что нужно идти в отделение банка, и прежде чем банк оформит кредит на вас, оформите его на себя самостоятельно, а потом полученные денежные средства нужно перевести на определенные счета. И несмотря на то, что можно где-то в середине разговора уже усомниться и понять, что это какие-то мошеннические действия, многие люди под таким психологическим воздействием выполняют все, что им говорит мошенник, и действительно перечисляют, оформляют на себя кредит, и полученные денежные средства перечисляют на те счета, на которые им сказали. И как правило, только на следующий день человек понимает, что это были совершены мошеннические действия и уже опомнившись обращаются в отделение банка и с соответствующими заявлениями в органы полиции и так далее. Вот имейте, пожалуйста, в виду, что существует в том числе и такой способ обмана. Если вам звонят, представляются какими-то спецслужбами или службы безопасности банка, говорят о том, что на вас пытаются кормить кредит, тоже можете сразу же понять, что это мошенники и в этот момент разговор прервать. Если у вас после вот такого звонка от якобы сотрудников банка возникли сомнения, вдруг действительно с моим счетом что-то произошло, звоните на горячую линию банка, он всегда есть на оборотной стороне вашей банковской карты и можете попросить, чтобы сотрудник посмотрел и уточнил, все ли в порядке с вашим счетом, ничего ли там не произошло, какие-то списания и так далее. На любой горячей линии вам эту информацию предоставят. Также хочу сказать, что существуют способы мошеннических действий с использованием личного кабинета, то есть помимо вот существует канал, когда по телефону, да, мошенник пытается вас убедить на какие-то действия, также он может попросить вас осуществить какие-то действия в личном кабинете, например, установить какое-то программное обеспечение. То есть звонит мошенник, говорит о том, что для усиления безопасности вашего личного кабинета, которым вы пользуетесь для перевода в денежных средств и прочих операций, нам необходимо установить программное обеспечение. Если человек его устанавливает, затем с помощью этого программного обеспечения мошенник получает дистанционно доступ к вашему устройству и, соответственно, может там произвести необходимые ему действия с вашими денежными средствами. Поэтому никаких приложений, помимо основного приложения, которым вы пользуетесь, с целью усиления безопасности и так далее, никаких рекомендаций таких банк не дает и таких приложений, в принципе, мы не предлагаем установить. То есть есть некоторые приложения, которые связаны с бонусными программами, еще с какими-то нюансами, но они никак не связаны с безопасностью и никогда мы не звоним, не рекомендуем их установить и так далее. То есть, ну, в принципе, если соблюдать первую рекомендацию, то на этот способ вы не попадетесь, если же сразу же с представителем банка, якобы банка, прекратите разговор. Также хочу дополнить вот то, что сегодня уже говорили про фишинговые сайты, о том, что при, когда мы заходим в личный кабинет онлайн-банк через полноценную версию, не через телефон, а через стационарный компьютер, обязательно заходите именно по тому адресу, который вы знаете точно, да, что это адрес, допустим, в нашем случае там btbonline.ru. Если вы просто в поисковике вбиваете наименование банка, да, онлайн, то по первопопавшейся ссылке переходите, высокие шансы, что вы попадете на фишинговый сайт, которого потом ваши данные могут быть благополучными, решенниками похищены и использованы в своих корыстных целях. Поэтому мы рекомендуем все-таки в личный кабинет для всяческих операций заходить именно через официальное приложение банка, которое установлено у вас на телефоне. Есть такой, к сожалению, стереотип обратный, что безопаснее заходить через стационарный компьютер, некоторые избегают вот заходить именно через телефон. Вот у меня рекомендация наоборот, заходить именно через приложение, которое вы скачали с надежного источника, который является официальным приложением банка. Там максимально вы безопасены от каких-либо мошеннических действий. То, что касается покупок через интернет-магазин, тоже сегодня упоминали, что желательно использовать для таких покупок какую-то карту, которая не является основной картой, где вы храните денежные средства. Здесь хочу добавить, что у нашего банка, и я думаю, что у большинства банков тоже есть такая возможность, можно открыть электронную карту, которая будет абсолютно бесплатная, и к ней не будет выпускаться пластиковая карта, чтобы не было такого-то оброванного количества карт, не захламлять наш кошелек. Просто вы открываете электронную карту, у нее отдельный счет, отдельный номер, она никаким образом не связана с вашим основным счетом. Если вам необходимо произвести какую-то покупку в интернете, вы переводите на эту карту необходимую сумму и с этой карты рассчитываетесь. Если вдруг оказалось, что сайт был неблагонадежный, ваши денежные средства, скажем так, ушли мошенникам, то мошенники хотя бы не получат доступ к вашим остальным данным, к остальным денежным средствам. То есть вы потеряете только ту сумму, которую туда переведете. Это тоже вот такая рекомендация, можно и пользоваться тем, кто сейчас пользуется покупками в интернете. Также хочу сказать, что в плане работы по уменьшению этих количеств мошенников действий, мы проводим регулярно уроки финансовой грамотности, в том числе в образовательных учреждениях. То есть мы начинаем уже со школьного возраста, студентам техникум, студентам вузов. Мы рассказываем о вот этих правилах безопасности, так как они уже являются тоже собственниками, владельцами банковских карт. То есть мы с молодых лет прививаем вот эту культуру, рассказываем правила безопасности, чтобы они в будущем не становились жертвами мошеннических действий. Также и на предприятиях, с которыми наш банк работает, мы регулярно проводим эту работу. Сотрудникам тоже рассказываем вот об этих мошеннических действиях и о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы на них не попадаться. И в рамках этой работы у нас на сайте есть раздел, который называется «Школа безопасности». В этом разделе выложены правила финансовой безопасности. И для того, чтобы это было более интересно и наглядно, создано несколько роликов, которые также рассказывают о способах мошенничества и как на них не попадаться. Вот сейчас я хочу показать для примера один из таких роликов. Тем, кто захочет ознакомиться с остальными, можно будет на нашем сайте это сделать. Телефонная мошенничество. Да, ролик посвящен основному такому способу, это телефонное мошенничество. Но также есть на сайте, вы можете увидеть ролики по другим способам в том числе. Мошенничество с банковскими картами по телефону – один из наиболее распространенных видов обмана. Например, клиенту банка могут позвонить якобы из службы безопасности, сообщить о подозрительном списании денежных средств с картой и запросить ее номер, а также код из СМС-сообщения, направленного банком для отмены операции. Наши сотрудники никогда по телефону не просят предоставить данные карт и кодов из СМС. Это мошенники. Схемы злоумышленников часто строятся на незнании правил общения сотрудников банка с клиентами. Мошенник может представиться сотрудником кредитного отдела, сообщить о том, что банк получил заявку от абонента на кредит и попросить подтвердить операцию. При отрицательном ответе лжесотрудник предложит отменить операцию, для чего попросит назвать код из СМС-сообщения, направленного банком. Никому, даже сотрудникам банка, нельзя сообщать по телефону коды из СМС. Сценарии мошенничества часто основываются на неожиданностях и человеческих слабостях. Нередки случаи, когда злоумышленник представляется менеджером известной компании и сообщает, что клиент стал победителем розыгрыша. Для получения вознаграждения мошенник просит предоставить реквизиты банковской карты клиента. Телефонные мошенники всегда говорят уверенно, имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют заранее подготовленный ответ. Никому, даже сотрудникам банка, нельзя сообщать полные реквизиты банковской карты, ее номер, срок действия, данные с обратной стороны, а также коды из СМС. Всегда внимательно читайте и обращайте внимание на содержание направляемых банком СМС с кодами подтверждения. Банк всегда указывает, какая именно операция подтверждается кодом из направленного вам СМС-сообщения. Примеры СМС-сообщения из банка. Одной из распространенных схем обмана является мошенничество через СМС. Когда клиент перезванивает по предоставленному телефону, мошенники просят сообщить данные банковской карты, коды из СМС или совершить определенные действия в банкомате или интернет-банке. Никогда не соглашайтесь повторить предложенные действия. Итак, вот, уважаемые участники вебинара, вы посмотрели, как, вот, например, у нас один из банков, да, тоже так же заботится о том, чтобы вы были проинформированы о тех способах мошенничества, которые есть. Виталий, вы хотели добавить, пожалуйста. Да, я хочу добавить, что у нас, помимо работы по предотвращению, также есть, скажем так, со стороны банка действия, которые мы предпринимаем в том случае, если все-таки произошли мошеннические действия. Для пенсионеров, тех, кто получает пенсию на карты банка ВТБ, у нас в сентябре месяце появилась уникальная возможность, банк предоставляет бесплатную страховку от мошеннических действий на сумму до 100 тысяч рублей. То есть, если вдруг все-таки мошеннические действия по карте пенсионера произошли, даже если он самостоятельно отправил информацию, которую нельзя было отправлять и так далее, банк сумму до 100 тысяч рублей возвращает. То есть, это вот такое уникальное предложение, которое сейчас существует, то есть, мы своих граждан вот этой категории пенсионного возраста таким образом защитили от подобных мошеннических действий. Спасибо большое, да, это очень такое существенное предложение, поэтому, конечно, уважаемые слушатели, пользуйтесь теми возможностями охраны своих денежных средств, потому что, согласитесь, не так легко они нам с вами даются, чтобы так легко с ними расставаться. И, соответственно, вот поступило несколько вопросов, пришли. Скажите, вот сейчас QR-коды. Мошенники стали пользоваться схемой, когда они предлагают вам привязать QR-код к банковской карте. Вот, прокомментируйте, пожалуйста, что это за такое нововведение, которое появилось сейчас, и люди недоумевают, что это за новшество. Ну, мошенники, они, к сожалению, не дремлют, и в соответствии с сложившейся ситуацией, да, со взросшей необходимостью и использованием QR-кодов, они, соответственно, подстраиваются и придумывают новые способы. Никакой, естественно, связи QR-кодов с банковской картой ее нет, и, соответственно, в этом случае, как и у всех предыдущих, нужно просто не отвечать на подобные смс, не реагировать на подобные звонки и понимать, что это все мошеннические попытки списать денежные средства с вашей карты. То есть, в принципе, как я уже сказал, если пользоваться простыми, самыми базовыми вот этими рекомендациями, которые мы сегодня проговорили не один раз, и просто не продолжать разговор, да, с мошенниками, не реагировать на подозрительные смс-ки, то мы с вами ни на какие мошеннические действия не попадемся. То есть это просто одна из очередных попыток наши с вами денежки украсть. Да, воспользоваться вот этой сейчас ситуацией, да, с необходимостью QR-кода, и вот тут же мошенники уже появились. И вот Виталий, да, действительно упомянул про смс, и я вот тоже приведу пример, как мои коллеги, это дети. Ну вот я считаю, что дети у нас тоже являются достаточно такой незащищенной категорией, которая не совсем еще финансово и грамотная, хотя, конечно, ведется работа по повышению финансовой грамотности, это сообщение о различных выигрышах, именно рассчитанное на детей. Если взрослый человек уже скептически к этому может, да, отнестись и не поверит, что он там вот внезапно, вдруг внезапно его карта выиграла полтора миллиона, а вот ребенок, получив в соцсетях такое сообщение, он может поверить, они же чудо ждут, да, и, соответственно, вот Новый год скоро, и вот Дед Мороз может им такой подарок, да, они думают. Поэтому, пожалуйста, сами будьте финансово грамотными в отношении своих денежных средств. Естественно, объясняйте это с детям, на примерах, да, вот, которые информации очень много, показывайте им различные информационные материалы, потому что дети и пенсионеры, это вот как раз те категории, которые, ну вот, доверчивые, они верят еще в чудо или в то, что их не могут обмануть. И наша задача с вами, взрослых людей, самому не стать жертвой финансовых мошенников и не позволить своим близким, своим друзьям, знакомым тоже войти в категорию жертв финансовых мошенников. Поэтому на сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний субинар. Это не значит, что мы эту тему больше поднимать не будем. То есть эта тема всегда актуальна, и поэтому, как мошенники появляются, да, у них новые способы, мы будем, естественно, всегда реагировать, и главное, принимать превентивные меры, то есть предупреждать вас, а не бороться потом с последствиями. Чтобы у Юрия было меньше работы, да, чтобы МВД не сталкивалось с жертвами финансовых мошенников, чтобы Центральный банк абсолютно спокойно работал со всеми организациями, которые имеют лицензию. И банкиры, естественно, не теряли деньги своих клиентов, да, со своих счетов, и сами клиенты не формировали негативу, активного отношения в целом к банковской системе. Поэтому берегите свои деньги, не поддавайтесь на уловки финансовых мошенников. Спасибо, приглашаем вас на следующие вебинары. Ну и надеемся, что прекратятся у нас хатерские атаки, да, на наш канал. Поэтому спасибо за внимание, всего доброго, финансового благополучия. Берегите себя и своих близких. До свидания.